Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амирьянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я наткнулась на очень интересный сайт, на котором находятся калькуляторы. Я, например, никогда не знала, что существуют калькуляторы, которые могут помочь нам посчитать содержание уксуса. Вот, честно говоря, даже не знаю, кому нужна такая пропорция уксуса. Может быть, для соления я не такой сильный кулинар. Но вот как развести этот уксус, в какой пропорции, какое количество воды нужно, чтобы получить определенную концентрацию? Вот вам этот калькулятор уксуса, например, поможет. Ну, в данном случае, конечно, мы понимаем, что это не калькулятор в буквальном смысле. Сведенные таблицы, удобоваримую форму, где вы видите, вы задаете, или точнее, вы выбираете то число, относительно которого вы будете все рассчитывать. Количество, либо длину, либо размер. И вам эта таблица, табличные данные выдаются в виде, как будто бы они посчитаны на калькуляторе. То есть, небольшая такая уловка. По таблицам нам возиться не хочется смотреть строчки, пересечения строчек, столбцов. Вот в виде калькулятора это все-таки действительно удобнее. Но больше всего меня, конечно, заинтересовали калькуляторы, которые относятся к разряду рукоделия. И здесь представлен калькулятор расчета петель для вязания. То есть, по тому, какая у нас ширина образца, количество петель в образце. То есть, то, что мы в мастер-группе делаем руками, здесь это можно посчитать с помощью калькулятора. И вот она выдается у нас плотности. Есть калькулятор расхода пряжи для вязания. И на самом деле это очень интересный, очень полезный калькулятор, который, правда, показывает... Вы не можете здесь вносить изменения, потому что он уже заданы примерные размеры. Например, мой размер. Вот он примерно так. Расход пряжи возьмем примерно для нашей вязальной машинки. И вот на жакет нам нужно 2000 метров. Примерно 6 метров. Поэтому, когда мы идем и мы сильно сомневаемся, то мы можем заранее сделать этот расчет. Есть калькулятор для расчета петель для вязания носков. Правда, он показан для вязания на спицах. Все-таки мы в мастер-группе приветствуем, чтобы вы делали расчеты на себя самостоятельно. Но больше всего мне, конечно, понравился калькулятор расчета стоимости вязаного изделия, если вы вяжете на продажу. И в данном случае у него можно менять количество мотков пряжи, которую вы используете в одном изделии. Длина одного мотка, например, 500 метров поставим. И мы, например, вяжем лицевая гладь. Можно простое полотно крючком, либо мотивы. И в этом случае у нас вот эта стоимость, это за 1 метр пряжи. Коэффициент усложнения, вот как вы видите, без усложнения единицы. Несложный узор 1.09, ажур и несложные косы сложные узоры. Вот почему-то сложные узоры 1.3, а ажур и несложные косы 1.4. Ну вот, возможно, это как-то эмпирически выведено. Дополнительный элемент без усложнения. А если горловина и одинарная планка, а если двойная планка, а по периметру и так далее. Качество пряжи, конечно, пряжа новая, либо бэушная, большая разница есть. И вот здесь это коэффициент усложнения. Светлая пряжа и так далее. Так вот, смотрите, если мы берем, например, количество мотков, 3 мотка, в каждом мотке 500 метров, то вот выставив вот эти все, вот простое, самое простое, простое, новая пряжа, стоимость вязания изделия будет стоить 4000 рублей. То есть, если вы вяжете руками такое изделие, в котором у вас будет 3 мотка пряжи, то 4000 рублей это стоимость ручного вязания. К сожалению, нам для вязания на машине вот такой расчет, его нету. Мы все-таки исходим из того, что мы назначаем цену уже исходя из нашего опыта. Но посмотреть, за что можно брать усложнения и какие элементы мы можем оценивать для того, чтобы увеличивать стоимость нашей работы, вот по вот этому калькулятору мы можем. Ну и самое интересное, что тут... Но с другой стороны, когда вы будете рассчитывать вязание своей шапочки, например, на которую идет один моток пряжи и длина 250 метров, то при самых-самых простых установках калькулятор скажет, что вы должны за работу взять 1000 рублей. Будут ли вам платить такую цену с учетом пряжи или не будут, это вы уже решаете сами. Но вот эта цена, она примерно, в принципе, адекватная для того, чтобы, если вы вяжете шапку на заказ по меркам вашего заказчика, если же вы вяжете типовые изделия, которые не нуждаются в расчетах дополнительных, в каких-то специальных изысканиях, то, скорее всего, эта цена будет все-таки более высоко завышена по сравнению с тем, на что готовы идти ваши покупатели. Надеюсь, что эти калькуляторы вы пощелкаете. Они находятся на странице FoxCalculator.ru и, как утверждает эта страничка, мы рассчитаем весь мир. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.